Когда четвертого приехал, я так дышать не мог, только так, а сейчас полный грудь дышать могу. Сейчас вот сдавали тест, у нас тут там тоже есть на седьмом этаже тест, 6 минут называется. 500 метров прошел, и давление 120, и на 80, и пульс нормальный. У Олега Артамуновой с камня на АБИ, пациента отделения реабилитации, проблемы с сердцем начались еще 5 лет назад. Перенес два инфаркта, в июле провели операцию по коронарному шунтированию. Постельный режим даже после такого серьезного вмешательства теперь заменяют физиопроцедурами и физической активностью. Основным направлением кардиореабилитации является двигательная активность, потому что в ранние исторические времена инфаркт лечили таким образом, что месяц прописывался постельный режим, после чего стали наблюдать множество осложнений. И когда вот началась уже эра космоса, и пациентов стали, поняли, что нужна наоборот физическая активность, и наших пациентов с инфарктом стали в ранние сроки поднимать на ноги, заставлять их ходить уже на третьи-четвертые сутки. При такой реабилитации выздоравливали пациенты гораздо быстрее. Конечно, для каждого врачи подбирали свой комплекс лечебной гимнастики. Но физическая активность и пешие прогулки – основа нормальной жизни сердечников после операций и инфарктов. Кроме велотренажеров и дорожек, выздоравливающие ходят по теренкуру. Тропы здоровья организовали во дворе кардиоцентра. Эта дорожка 500 метров ходит, чтобы можно было считать, сколько ты прошел. Не каждого есть метраж или как, а прошел уже там на бизнес 150-200 метров, 500 метров, круг сделал 500 метров. Я вот лично сам хожу где-то с 5 и до 7. Лазерная терапия для быстрого заживления после операционных рубцов, магнитотерапия, лимфодренажный массаж, обычный массаж – все это тоже входит в комплекс реабилитации. Для скорейшего восстановления есть и психолог, правда, один и приходящий. Отдельный кабинет, где пациенты проходят тренинги, с ними проводятся различные беседы на тему заболевания, как дальше они, когда выйдут из стационара, как они дальше жить. Идеально, конечно, должны проводиться беседы с родственниками пациентов, но все зависит от наличия кадров. У нас их жесткий дефицит. В мечтах заведующий – приблизить отделение к курортным условиям, а не к больничным. Так и выздоравливать пациентам будет легче. Но чтобы не вернуться в больничные палаты с сердечником любого возраста, а молодых инфарктников становится все больше, дают рекомендации соблюдать все назначения врача. Пить таблетки и обязательно двигаться, сильно не перегружаясь. А дома я в деревне, там по-любому будет реабилитация. Там все фрукты, овощи, вот эти, все своего с огорода будем убирать супругой, собирать все это, таскать. Много, конечно, я не наношу, но понемножку буду помогать. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.